Аноним спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Помогите советам встать на путь истинный. Вы правы, что нужно зарабатывать на том, что нравится. Работа без удовольствия делает меня негативной и завистливой. Но как найти свою профессию или способ заработка, если в жизни ничего не интересно? Мне 26 лет, девушка. У меня нет серьезных увлечений. На выходных я просто сижу дома и смотрю что-нибудь. Год назад переехала в США. Мне неинтересно даже изучать новые места здесь. Что уж говорить о хобби или развитии. Я не ставлю цели и подавляю желания. Не верю, что смогу чего-то добиться. Не смогла закончить высшее в России. Боюсь, что навсегда останусь в трудовом рабстве. И так пройдет вся жизнь. Понимаю, что в США много возможностей, но совсем не знаю, куда двигаться. Работаю водителем много, но денег хватает только на еду и счета. Сил на развитие нет. Я вроде бы и готова учиться, но не знаю, чему. Онлайн-профессии кажутся бессмысленными. Кажется, их заменят ИИ. Стать большим конкурентоспособным профессионалом с моей ленью вряд ли получится. Меня считают неглупо, я способна учиться, но интереса ни к чему нет. Все попытки пройти онлайн-курсы я бросала. Если попытаться описать мои предпочтения, не люблю общение с людьми, в школе нравились математика и английский, ненавижу продажи. В России работал аналитиком, методологом, в ИТ. Мне не было интересно, но меня хвалили. Ощущение, что нечего дать или рассказать миру. Текущая жизнь меня угнетает. Спасибо за вашу работу и искренность. Спасибо вам большое. На самом деле, то, как вы описываете, у меня складывается впечатление, что у вас может быть депрессия, потому что состояние, когда тебе в жизни ничего не интересно, оно все-таки не совсем здоровое. То есть человек эволюционировал таким образом, чтобы иметь в жизни какие-то увлечения. Ответ на вопрос, как найти в жизни интерес, конечно, я вам предоставить не смогу, потому что это очень личное. Это что-то, что про себя можете понять только вы. У меня есть такой дежурный ответ. У девушек смысл жизни часто появляется, когда появляется семья. И здесь должна прибежать какая-нибудь воинствующая феминистка, скажет, что вот, Светов Практир, это сексист. Как вообще можно в таких стереотипах рассуждать? Ну, можно, да. Природа эволюционировала таким образом, чтобы находить счастье в своем состоянии зачастую. И важная часть женского состояния – это возможность и деторождения, и связывания себя с семьей. Я ни в коем случае не хочу вас ни к чему подталкивать, но в глубине души задумайтесь про себя, может ли быть вам это интересно. Может быть, вам просто хочется, чтобы рядом с вами был надежный мужчина, который будет вас любить, который будет о вас заботиться, а вы будете заботиться о нем, и вы в этом найдете свое счастье. Потому что счастье не обязательно искать в карьере, когда есть такая возможность, у девушек зачастую такая возможность есть. Подумайте об этом. Это как один из вариантов. В другой части, вот в части отсутствия любви к жизни, я, наверное, не самый, скажем так, лучший советчик, просто потому что во мне всегда был вот этот вот двигатель. Что я, мне каждый день нужно выйти из дома, например. Я люблю гулять, мне нравится расследовать какие-то новые места. И меня всегда это двигало вперед. У меня были периоды депрессии в жизни, когда мне было очень грустно. Но эта грусть, она была связана не с тем, что мне чего-то неинтересно, а с тем, что мне чего-то недоступно. И я не понимаю, как подвинуться в нужную мне сторону. Но интерес у меня сохранялся всегда. Нет ли здесь такого, что вы, пытаясь защитить себя от невозможности получить что-то, внушили себе, что вам ничего неинтересно? Это очень распространенная тактика защиты, на мой взгляд, очень разрушительная. То есть человек себя таким образом защищает, но в то же самое время, ставя на себя такие шоры, защищая себя от информации, которая способна вас расстроить, вы в итоге запираете себя в мире, где ничего интересного нет и вас ничего не мотивирует. Я допускаю, что я в значительной степени здесь проецирую как бы мужское отношение к жизни, потому что мужчине для того, чтобы двигаться вперед, нужно непрерывно что-то хотеть. Потому что именно желание чем-то обладать или желание чего-то достигнуть, это то, что заставляет мужчину в принципе что-то делать. Многие черты, которые в обществе воспринимаются как однозначно негативные, у них есть и позитивная сторона. То есть желание что-то обрести, оно может принять токсичную форму зависти. Но без того, чтобы что-то захотеть, без того, чтобы захотеть что-то, что сейчас трудно достигнуть в принципе, невозможно себя смотивировать чем-то заниматься. Попытайтесь найти в своей жизни что-то, что вам хочется, не абстрактное, а конкретное. И не бойтесь ужаса перед тем, насколько это трудно достигнуть. Потому что этот ужас — это то, что вас может подтолкнуть вперед к тому, чтобы вырваться из вот этого вот вязкого пузыря, в котором вы сейчас находитесь, к тому, чтобы что-то в жизни начать делать, что-то, что изменит в итоге вашу жизнь. Вот мой совет, наверное, такой. Нужно в жизни постоянно что-то хотеть. Как только в вашей жизни исчезает объект желания, в этот момент жизнь теряет какие-либо краски. Просто вместе с появлением в вашей жизни этого объекта желания в вашу жизнь придет тревога и чувство, собственно, неполноценности зачастую. Это что-то, что я переживал очень сильно. Но это совсем не обязательно плохие чувства. Моя большая претензия к современной психологии, к оттерапевтированным людям как раз заключается в том, что, атрофируя в себе какую-то тревожность, атрофируя в себе какое-то чувство неполноценности, ты в итоге помещаешься в, образно выражаясь, баррокамеру, где все телесные температуры, и нет никаких раздражителей. Раздражители в жизни нужны. Найдите в жизни такой раздражитель. Просто пусть это будет позитивный раздражитель. Пусть это будет что-то, что будет подталкивать вас становиться лучше. Это может быть что угодно. Это может быть либо профессиональный успех, либо успех в личной жизни. Поставьте перед собой цель. И поставив эту цель перед собой, посмотрите, что мешает вам ее достигнуть. В этот момент вам будет очень больно, потому что в этот момент вы будете чувствовать, что вы недостаточно хороши, что вы потеряли много времени, что путь будет сложен, и впереди вы столкнетесь с отказом. Это все очень неприятные ощущения. Но очень важно себя от этих ощущений не выгораживать, потому что именно эти ощущения в итоге подтолкнут вас на то, чтобы сделать что-то, что изменит вашу жизнь к лучшему. Очень важно вытаскивать себя из зоны комфорта. У меня сложилось впечатление, что вы находитесь в зоне комфорта. Здесь нет противоречия, что вам некомфортно в зоне комфортно. Так очень часто бывает, потому что зона комфорта – это не про счастье. Зона комфорта – это не про гармоничное существование. Зона комфорта – это про защиту себя от раздражителей, которые доставляют вам дискомфорт или боль. Но еще раз повторю, именно эти раздражители являются той силой, которая способна вас подтолкнуть к тому, чтобы стать лучше. И самый простой пример, о чем я ругаюсь в интернете периодически – правильно себя критиковать, правильно находить в себе недостатки, смотреть на эти недостатки и называть их недостатками. Не смотреть в зеркало или в экран компьютера и говорить, что «а вот мне все хорошо, я безработный жирный наркоман, и мне комфортно быть этим безработным жирным наркоманом». Нет, это ненормальная ситуация. Тебе должно быть дискомфорта от того, что ты не соответствуешь собственному представлению о лучшем. Потому что если тебе будет комфортно, ты превратишься вот в того армянского наркомана, который засрал квартиру и себя прекрасно чувствует, потому что ни в чем не чувствует себя виноватым. Себя виноватым чувствовать тоже полезно, виноватым перед собой за то, что вы не соответствуете каким-то своим мечтам, потому что, осознавая, что ты не соответствуешь каким-то своим мечтам и стандартам, ты захочешь подвинуться к ним немножечко ближе и стать немножечко лучше. Выбирайте сезоны комфорта. Вы не должны себя защищать в жизни от страстей, желаний. Пусть страсти и желания вас мотивируют. Пустите страсти и желания в свою жизнь. Спасибо вам большое, анонимский донат. Простите за такой длинный и пространный ответ.